Друзья, всем привет! Сегодня я покажу, как делал столешницу большого обеденного стола, для которого в прошлом видео делал подстолье. Собственно, тогда же и были заготовлены четыре листа фанеры, из которых было решено делать основание столешницы. Два листа десятки вниз и два листа пятнашки наверх, между которыми будет масса ребер жесткости. Соответственно, подготовленная заранее подстолье и стала сборочным основанием для столешницы, на котором ее можно было свободно передвигать, чтобы иметь доступ по всему периметру. Первым делом я вложил листы 10-мм фанеры и скрепил их между собой посредством фанерных косынок, и тут же приступил к напеливанию ребер жесткости, на которых решил не экономить. Толщина фанерного пирога столешницы была запланирована 50 миллиметров, соответственно, вычитая сумму двух листов десятки и пятнашки, оставалось как раз 25 миллиметров на ребра жесткости. Для одного и даже десятка таких ребер эта ширина ни о чем, но в данном случае их было намного больше, и учитывая данный пирог, отработали они по полной программе. Пристреливать ребра я начал с середины, чтобы полностью исключить влияние стыкового шва двух листов основания, и сразу же поджимал длинный уровень к основанию столешницы, чтобы все шло в единой плоскости, а сами ребра жесткости сажал на клей и пристреливал шпильками, чтобы не ждать момента схватывания. Таким образом, используя проставку для равноудаленности между ребрами, основание постепенно начало набирать прочность. Дойдя до середины, я напилил новую партию ребер и пошел пристреливать их с противоположной стороны, также заранее закрепив длинный уровень в единой плоскости. После того, как с центральными ребрами было закончено, нужно было укомплектовать более короткими ребрами остаток площади столешницы. В данном случае эти фанерные полоски пилились как раз пополам, чего хватило для добора ребра под длину всего стола с хорошим перехлестом, который как раз пришелся на опоры подстолья. Ну а финишным этапом в усилении столешницы стало обрамление периметра таким же ребрами жесткости. А поскольку деревом будет отделываться и торец столешницы, этот периметр также является основанием для отделки. Для достижения монолитности конструкции верхние листы фанеры также должны были сожжаться на клее и в таких случаях очень выручает валик, без которого равномерно покрыть такое количество элементов просто невозможно за рабочее время клея. Соответственно, сначала покрывал площадь под первый лист с монтажом уонного, потом под второй. А сам монтаж в данном случае осуществлялся уже только по периметру. Листы пятнашки имели такой выгиб, что прострелив периметр, лист прижимался полностью ко всем ребрам. В то же время при стремительно набирающей массе столешницы небольшие выгибы верхних листов уже не вносили никакой деформации в общую конструкцию. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА После того, как основание столешницы было готово, я отобрал материал для напиливания элементов отделки, которые представляли из себя плашки размером 200 на 30 миллиметров и 5 миллиметров толщиной. Для этого в ход пошла термодревесина бука и карагача, и, казалось бы, жалко такие длинные доски пускать на мелкие детали, но в этом материале было немалое количество трещин и гнилых сучков, которые в длинные заготовки мебели не пустишь, а при напиливании на мелкие такие места как раз можно было пустить в брак. Соответственно, доски я напилил на предварительные заготовки для более удобного строгания, оставив небольшой запас на торцевание, ну а после строгания базы на фуганке отсортировал заготовки по толщине. Из самых толстых решил снять шпон на ленточке, дабы не пускать все это дело на стружку. Таких срезанных пластей у меня уже порядком и, как минимум, можно также применять в отделке по фанере либо МДФ. Теперь, когда все заготовки имели примерно равную толщину, всю партию можно было прогнать через рейсмус до нужных 30 миллиметров. Далее все заготовки нужно было отторцевать в размер по 200, для чего на каретке был установлен упор. А считать точное количество заготовок было достаточно сложно ввиду разной ширины пластей, но подготовил их с хорошим запасом, который пойдет на отдельный проект. В итоге оставалось самое малость напилить все это дело на 5-мм плашки, которых в данной столешнице с торцевым обрамлением требовалось около 500 штук. В данном случае я решил не экономить материал, распуская заготовки на ленточке, так как все это потребовало бы дополнительного шлифования на барабанном станке, иначе одной орбиталкой при выведении токовой плоскости не обошлось бы, поэтому напиливал все на циркулярке. Стружкоотсос тут просто необходим, так как, помимо прочего, он также создает сквозняк в зоне пильного диска, активно остужая его. Таким образом, выше 50 градусов температура диска не поднимается, что хорошо видно на тепловизоре. Также на тепловизоре отлично видно, как нагревается канал стружкоотвода и сам сепаратор. Вообще, при таких длительных работах с твердыми породами, нужно быть уверенным, что на вашем пильном диске есть тепловые зазоры, которые при нагревании онного предостерегают его от появления восьмерки вследствие температурного расширения. После напиливания я отсортировал бракованные плашки и насчитал более 500 штук в дело. Лишнего материала осталось порядком, но по итоговому результату я этому только рад, так как хочется сделать еще что-то с такой отделкой. Пристреливать плашки я начал с торцов столешницы, чтобы плашки плоскости в итоге накрыли отсоединением. Тут все также сажалось на клей для быстрого нанесения которого я сделал специальную постель для плашек. Ну и пошел по первому кругу, который состоял из цельных плашек. Детали второго круга уже подрезались по ширине до толщины столешницы. Сейчас понимаю, что для равномерности рисунка можно было подрезать оба ряда торцевой облицовки, дабы усреднить ширину этих плашек. Но для первой версии такого стола и так вполне неплохо. Второй ряд уже пристрелился со смещением в пол плашки, подобной кирпичной кладки. Соответственно, все клеилось в стык, для чего как раз все детали должны были иметь идеальную геометрию, чтобы не было зазоров и никаких съезжаний последних рядов. Для этого все и пилилось на циркулярке. Первый ряд плоскости столешницы я пристрелил по длинному провилу, который прижал к основанию блинами от штанги. Этот ряд должен был быть идеально ровным и четко вдоль оси симметрии столешницы, так это фактически база для всех последующих рядов. Ну а для формирования кирпичной кладки я заранее очертил линию, по которой будет сдвигаться каждый второй ряд плашек и пошел пристреливать остальные ряда, уже опираясь на центральный. Тут имеет смысл двигаться сначала к одному краю, так как выступящий клей из-под плашек тут же идет между ребрами нового ряда. Таким образом плашки также имеют небольшой клеевой контакт между собой. На крайней свисающей плашке я старался брать детали из брака, чтобы сучки и трещины как раз пошли в обрез. Поверхность сама по себе получилась довольно хаотичная по рисунку термодревесины, хотя я думал, что надо будет как-то специально перемешивать термодуб и термокарагача. Далее с помощью погруженной пилы шины все лишнее было отпилено, но с небольшим припуском, чтобы не задеть пильным диском уже отделанные торцы столешницы. Калибровку уже проводил с помощью обгонной фрезы с нижним подшипником. Далее пошел процесс шлифования, который благодаря напиливанию плашек на циркулярке начался с сотого зерна и в принципе уже после этого часто рекомендуют наносить первый слой масла для более глубокого проникновения и упрочнения верхного слоя древесины. Но как вы помните из прошлого видео, стол этот делался к новогодней ночи, поэтому время было в обрез. Поэтому процесс шлифования пошел по полному кругу вплоть до 320 зерна, которое в данном случае стало финишным. Кромку сразу шлифовал 220 зерном с помощью легкой орбиталки, но для плоскости в ход шла тяжелая машина с принудительным вращением и 5-мм эсцентриком, который после каждого круга приходилось остушать на улице, ибо редуктор нагревался как утюг. И чтобы не наделать ям, проходы я старался делать подобно ЧПУ станку, двигаясь и сдвигаясь по линиям. После 220 зерна также прошелся по кромке с 45-градусной фрезой, дабы не иметь в будущем возможности сколов и приступил к финишной шлифовке 320 зерном. Во время грубого шлифования особой нужды в аспирации инструмента нет, ну а перед отделкой маслом все равно стараюсь продувать все поры древесины от пыли. Двух продувочных проходов с работающей системой фильтрации воздуха вполне недостаточно, чтобы 95% пыли не осела обратно на столешницу. Покрывать решил универсальным твердым маслом, пока что в один слой, так как все это происходило 30-го числа, ну а 31-го уже нужно было заносить стол в дом. Вообще думал не покрывать его вовсе, но не дай бог что-то пролить или испачкать пришлось бы все перешлифовывать, а так даже один слой масла представляет из себя вполне ощутимое защитное покрытие, тем более что термодерево с особой охотой его впитывает. Впервые попробовал для себя технологию располировки падом, и скажу я вам, это просто бомба, все излишки и разводы убираются на раз, и мы имеем равномерное матовое покрытие. В каком-нибудь проекте обязательно на этом заострюсь. В итоге получился вот такой стол, который после праздников уже покрою по месту вторым слоем масла, ну а сама столешница получилась абсолютно монолитной, хотя, честно говоря, в процессе были сомнения. Спасибо за внимание, друзья, и всем удачи! Субтитры сделал DimaTorzok